Всем привет! Сегодня я поведаю вам об агрессивной домашней пыли, химической лаборатории в смартфоне и мутациях татарского народа. Подробности далее. В обычной домашней пыли содержится широкий спектр токсичных химических веществ, которые могут привести к различным проблемам со здоровьем. В перечне побочных эффектов от пыли заболеваний иммунной системы, пищеварительного тракта, сбои в работе эндокринной системы, респираторные заболевания и даже онкология. Такие выводы сделала команда американских ученых под руководством специалистов из университета Джорджа Вашингтона. По словам ученых, чтобы снизить концентрацию химических веществ в доме, стоит использовать фильтры и чаще мыть руки, а также обращать внимание на состав приобретаемых вещей. Российские и швейцарские ученые разработали новую методику управления поведением света в особых кольцевых резонаторах, которая позволит создавать сверхточные компактные газоанализаторы и химические лаборатории. По словам физиков, разработанная технология позволит уменьшить резонатор в 100 тысяч раз. Классическое устройство такого типа представляет собой коробку метрового размера, а объем их компактного резонатора составит менее кубического сантиметра. Прибор можно применять для создания компактных инструментов для орбитальных обсерваторий и прочих спутников, куда установить обычную лазерную установку невозможно из-за ее размеров и энергоаппетитов. Ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета обнаружили у татарских женщин генетическую особенность, затрудняющую выявление у них наследственной предрасположенности краку молочной железояичников. В совместной исследовательской лаборатории КФУ Рикена и ФМИП КФУ были проанализированы образцы крови 100 женщин татарского происхождения с семейной историей рака молочной железы. Важно отметить, что республиканские онкологи уже скорректировали тесты, терапию, применяют результаты исследований в клинических условиях. Это были самые заботливые новости науки на сегодня. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова